Всем привет, это канал Красного Герцога и мы продолжаем двигаться по сюжету игры Атом Трудоград. В прошлой серии мы посмотрели на то, как выглядят протесты по-трудоградски, стали свидетелем бойни, устроенной штрейкбрехерами и милицией, посмешили мутантов, увели у мужика козу и вот это вот все. На данный момент у нас не осталось никаких активных заданий, точнее у нас есть вот эти вот задания, которые общие, так сказать. Ну и собственно, горячего и рельсотрон найти, это у нас основные и волшебные стадо еще осталось. Ну и собственно получить новую задачу от Буревестника, я как видите пришел уже на место спустя сутки, так что сейчас будем и получать. По волшебному стаду я погуглил, все-таки решил посмотреть интернет, вот, и ну в общем тоже знаете, как его выполнять. Это надо на второй ярус идти, я там был и видимо зевнул этот момент, ну посмотрим. Пока давайте уже все-таки двинемся дальше по сюжету. Так, Буревич Буревестник, а ты есть? Нет, это не Буревестник. Это коренастый, этот коренастый малый громко хлебает пиво с интересом оглядывать заметно опустевший трактир. При виде вас он улыбается во все щуки и указывает на соседний табурет. Присаживайся, брат. Михалыч, еще пивка за мой столик. Вот ведь как, этому хулигану пиво, а его товарищем по несчастью получается кукиш с маслом. Да, некрасиво выходит. Михалыч, налей-ка всем присутствующим. По какому поводу гуляем? Я только-только из очень выгодного похода вернулся. Денег куры не клюют, вот и выражничаю. Оглядывается по сторонам. К слову сказать, а куда все попрятались? Раньше у Михалыча каждый день эншлаг был, а теперь тоскливо, как в могиле. После стрельбы на машиностроительном его завсегдотаи ушли в глухое подполье. Точно же, я когда пришел, из кабака как раз милиционер выходил. Бунтарей, видать, искал. Вот как революционеры зашустрили. Ух, быть большим переменам. Ну и ладушки, перемены всегда к лучшему. Для тех, кто выживет. Ага, ну ты так и не ответил, по какому поводу самбантуй. Ах да, я сталкерством промышляю, и вот как-то иду мимо заброшенного лунопарка Мамины Горки. А это, кстати, та еще паранормальная зона. Раньше там люди пропадали, народ шептался, будто место проклятое. Все по классике. Но я не робкого десятка, решил проверить все-таки лунопарк не хухры-мухры. Сколько там интересного хабара может быть. И не прогадал, отхлюбует пиво. В глубине парка вход в подземку был, и в ней жилетки со взрывчаткой, натуральным динамитом, а еще рация в отличном состоянии. Хозяина не нашел, да и не знаю, был ли у этого доброхозяин. Собрал все в тюки и на тачке волок. Чик-чик, до заката успел. Считай меня суеверным, но ночевать я там ни за какие коврижки бы не согласился. На пустом месте легенды о проклятиях не появляются. Жилетки со взрывчаткой? Это как? Обычные ватные телогрейки, но с динамитными шашками, проводами, детонаторами и радиомаячками. Будто для того, чтобы на расстоянии их подрывать. Жуть, правда? А кому хабар в итоге загнал? Одному знакомому сталкеру, который на рынке в пригороде торгует. Он уж небось перепродать успел. Ну давай, по такому случаю накатим. Михалыч приносит вам кружку трудоградского светлого, и вы делаете несколько богатырских глотков. Хлопнул пиво. День прожит красиво. Я, кстати, Никита Везучий, без звать. Так, кивнуть. Меня зовут Элита. За знакомство, Элита. Чекается с вами. Надеюсь, что когда-нибудь ты найдешь свое счастье. Так. Пару вопросов. Расскажи что-нибудь о себе. На момент дня Икс я был еще мелким пацаном. Плохо помню жизнь до войны. Но, знаешь, верю, что мир стал лучше, потому что стал свободнее. Теперь каждый сам себе хозяин. Из минусов разве что возможность словить пулю или заточку в бок. В Трудограде я сейчас зимую, но вообще у меня жизнь в дороге. Новые впечатления, новые друзья. Подруги, если ты понимаешь. Хе-хе. Главное, чтобы компания не подкачала. А то одному все-таки опасно. Ммм. Так. Что происходит за городом? Что-то нехорошее. Вот что. Я пока обратно до Трудограда шел, раз десять на патруле каких-то бандюканов натыкался. Приходилось стороной обходить. Хорошо хоть, что я выживать в пустошах умею. Иначе шлепнули бы, поменимая слово. Как бы понятно, постапокалипсис все дела. Рядом с краснознаменом вообще в два шага не пройти, чтобы не наткнуться на кого-то. Но окрестности Трудограда-то поспокойнее были. Внутри города, да, резня. А снаружи обычно тишь, гладь да похмельная благодать. Но теперь там небезопасно. Так, а что у нас со сплетнями? У сына, брата, сослуживца, моего дяди, сестрица в доме малой гуси живет. У сына, брата, сослуживца, моего дяди, сестрица. Один раз на пороге берестяной свиток нашла. Вроде как письмо от поклонника. Тыры-пыры, я у вас влюблен, но не смею показаться. Пожалуйста, извольте написать ответ. Смекаешь, да? Нет. Вступила девка в целую любовную переписку. Оставляла своему анонимному ухажеру в дупле Старого Дума письма и всякие гостинцы. Варенье, печенье. А наутро те пропадали. Короче, длилась эта канитель больше месяца. Потом брат мне погостить заехал. Решил заодно колодец почистить. Внутрь залез, а там огромный мирмик тусуется. В каждой лапе по авторучке, а вокруг тысячи берестяных свитков разбросаны. Выяснилось, он так половине деревенских баб головы дурил, чтобы те его сластями подчевали. Клянусь, это правда. Да, верю, верю каждому слову. Ладно, в общем, просто трепло. А что у тебя есть? Торгануть, понятно, патрончиков немножко и все. Ну, чао, бывай. Так. Давайте к Михалу Чум. Тротерщик Михалыч невозмутимо протекает стакан и насвисывает хабанеру из оперы кармен. Приведи вас, он аккуратно опускает стакан на стойку, максимально незаинтересованным тоном спрашивает. Что будем заказывать? Одно задание от Буревестника, пожалуйста. Стараясь лишний раз не вертеть головой, Михалыч вводит глазами из стороны в сторону и только после этого тихо отвечает. Погромче не мог спросить? Короче, Буревестник просил передать, что пришла пора нанести идеологический удар по богатеям. Все трудоградские издательства и печать не уже давно обслуживают интересы властей, поскольку ими принадлежат. Кроме одной небольшой типографии на улице Колотушкина. Понимаешь, о чем я? Молча дать Михалычу закончить его мысль. Нужно, чтобы директор этой типографии начал печатать нашу пропаганду. Так, о какой такой пропаганде идет речь? О политической, комрад. Конечно, как по мне, чтобы настроиться против властей, по самое не могу, достаточно сунуть нос на улицу, поработать на принадлежащих им предприятиях, пересечься с ментами. Ну а товарищи из комитета решили, что разжигать пожар революции нужно еще и пламенным глаголом. В этих целях нашими идеологическими подкованными умельцами был сверстан первый выпуск «Красной морковкина». Эта газета обучит философским потугам покойного морковкина и поделится секретами саботажа, который толстым котам, как кость в горле. Осталась только сущая мелочь – ломать типографа, напечатать и распространять ее от нашего имени. Слушай, расскажи мне об этом вашем морковкине. Какой-то очередной хмырь был со своими теориями, как сделать так, чтобы все хорошо жили. Да плевать, если описанина поможет убедить людей, что богатей с седьмого неба нас всех обкрадывают, то я ему потом на могилке цветочку принесу. А почему вас интересует именно типография на Колотушкина? Так я же говорю, они единственные, пока еще не работают на захвативших власть магнатов. Ну окей, попробуем с ними договориться. Так, Искра, запиши. Типография находится на улице Колотушкина. Фамилия директора и по совместительству главного работника – Верихонов. Верихонов, господи. Как убедите его сотрудничать, то пойти обратно за наградой. Михалыч, вопрос тебе на засыпку. А ты сам-то почему революционерам помогаешь? Во-первых, богатей уже полгорода продали. Начиная с порта и заканчивая малым корректным рядом. Я боюсь, что следом они и мою землю куда-нибудь сдадут. Кому-нибудь. Во-вторых, раньше жить в Трудограде тоже было не сахаром. Но зато все трамваи работали, дворники улицами или милиция была более или менее с бандитами боролась. Теперь всего этого либо нет, либо скоро не будет. Ну и в-третьих, эти гады постоянно ставят палки в колеса малому бизнесу. Все хотят под себя подмять. Если вкратце, это моя мотивация помогать бунтарям. Слушай, Михалыч, а куда все делись? Мне вот тоже интересно, товарищ. С остальными, надеюсь, все в порядке? Вот только спрятался народ. Менты сейчас по всему городу шруют. Ищут очаги сопротивления. Ко мне уже раз сто заходили. Вы главное сделайте все, что я скажу. Тогда и узнаете, где ребята тихарятся. А у них и корочки на седьмое небо будут. Ну окей, пошли. Ясно, значит нам нужно на улицу Колотушкина убедить типографа местного сотрудничать, так сказать. И помогать делу революции. Ну мы с ним уже взаимодействовали Собственно банду Капибарова Именно по его заказу вынесли Может он там Вспомнит что он нам должен Немножечко Так или сначала на второй раз Нет давайте сначала на улицу Колотушкина Не хочу я с вами Связываться Долбаные слезняки Только патроны на вас приводить Толк никакого Почему гексогены Все время сбивают с ног Ну вы задрали честное слово Ой Как то я лихо с одного удара И их покрошил Хватит насиловать гекса Нормально Так Ой тут кого то сожрали уже Да может тебе что то есть интересное Батарейка У него сила батарейка Нет это мы врать не будем Батарейка мне не интересно Где выход Выход Ты где Двигаем дальше Вот и улица Колотушкина И здесь нам нужно Типография По моему здесь она была С типографом Дано что все двери открыты Кстати Да Она у нас именно тут А где А вот она Нет стопе Это не он Типограф 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 Подождите Типограф наверное Типограф Или типограф Не знаю Короче Верихонов Сюда еще выглядит Так будто он В любой момент Готов взвыть от тоски Впрочем ощутимо Тише прежнего Здравствуйте Здравствуйте Чем могу понять Помочь Я к тебе по важному делу Верихонов Рассказать о поручении Типограф Выслушивает просьбу О помощи революционерам С недовольной гримасой Наконец он прерывает Вас встреч на вопрос Смешанном с претензией А где были Ваши уважаемые Народоволюцы Когда я терпел Лишение и унижение От банды Капибарова Или кроме возвышенных Ничего себе Заявочки А кто тебе помог От него избавиться Не я разве А я думал Что вы это на общественных Началах По доброте душевной Получается Революционное подполье Уже тогда за мной Приглядывало А что ж вы раньше Не сказали Так ты и не спрашивал Теперь мне все понятно Отныне любые Листовки и брошюры Которые ваше руководство Потребует напечатать Будут напечатаны Спасибо Это все что я хотел услышать Бай Ну собственно Как я и планировал Рассчитывал И думал Да Нам это зачлось 519 очков опыта А ты кто такой А ты кто такой Вооруженный авторучкой Мужчина С крайне строгим взглядом Полголоса Проговаривать Написанное На тетрадном листке Стихотворение Недолго Богатым Перевать на костях Делая Беспечные траты Ведь уже Сжата в кулак Рука Трудоградского Пролетариата Заменим на Бориса Бацкого И вполне можно в печать Даже гонорар оформим Так так А вы что хотели Тоже стишат занесли Если честно То у нас уже переизбыток Какая-то стихотворная эпидемия В последнее время Услышав слова мужчины Старик гексоген надувает щеки Пытается что-то сказать Позвольте ему или нет Выбор за вами Гекс Ты чего там Мнешься Сейчас Сейчас Выскакивает вперед И нескладно декламирует Я доверю вам стихотворный Свой дар Но представляться Пожалуй не буду Это лишнее Ведь любой литератор Говоря о социализме Подразумевает Трудов Или вот еще Крошка сын К отцу Пришел И взмолилась Кроха Тятя Рельсотрон Найди Не то будет плохо Атом про меня Я прознал что я выпиваю С наркоманией шалю И ничего не знаю Только ты своим умом Чутким и пытливым Сможешь землю вновь спасти С чадом нерадивым Достаточно господин Трудов Аплодирует с кислым видом Очень талантливо Давайте так Насочиняйте на целый том Тогда и поговорим о публикации Договорились? Вот и чудесненько Сделать вид что вы ничего не услышали А если я вас впишу В свою новую поэму Вы мне Вы мне положительную рецензию дадите? Исключено У нас тут все-таки Респектабельный журнал Бабушкины секреты А не какая-нибудь мурзилка Кстати Откуда в городе Такое увлечение писательством? А вы послушайте Поймете Берется с того Еще один помятый листок Довольно богачу Влочить кошель от златотугой Придется скоро волком Быть под шершавой народной пятой Революционные настроения усилились А с ними и стихотворчество А какое у тебя к этому отношение? Исключительно редакторское Что приемлемо для общего стиля журнала Пропускаю Что ему противоречит? Вымарываю без зазрения совести Не хватало еще под давлением свежих трендов Превратить достойные издания в сборную солянку Так Пару вопросов Собственно Как тебя зовут? Да Герхард Зуев Рамзесович Так Ну-ка слухи Я слышал Что под каждой сотой винной пробкой В Трудограде Скрывается свернутый билет В потайной ресторан Радована Кулинара Только вот не рекомендую проверять Дреное у нас в этом году вино Ясно Ладно Остальное все не интересно Значит Задание мы выполнили Но Сначала давайте все-таки Добежим до второго яруса Вспомнили Куда бежать Нет Это пригород Ну в принципе похрен Да В какую сторону А вот Сейчас на карту Главное выйти А там уж А там уж Сориентируемся Да И Собственно Купим эти семена Так Только я не помню у кого Точнее даже не уточняла Не знаю Аполлон пальчиков Покажи чем торгуешь Ничего похожего на семена Нет В диалогах тоже ничего Предположим Что это не ты Велосипед Подожди А все Подожди Подожди Куда ты Клинк Вилл В форме скидочку Не хочет Покажи чем торгуешь Парадная форма Атома Вау Стремно Откуда она здесь Ну тут тоже ничего Похожего на семена Как живется С брательником Кстати Отлично А уж как хорошо Что жена узнала Правду о моей природе Ты не представляешь Какая концентрация Мне требовалась Чтобы во сне Глаза наружу Не выпустить Теперь можно спать Спокойно Да и вечерами Расслабляться Только одного Для полного счастья Не хватает Ребенка Надеюсь с этим Никаких проблем Не возникнет Учитывая что мы Оба мутанты Так Ну Не знаю Ладно Мне уже пора Так Подожди 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 Я не понял Во первых Куда это Где указатель Почему нет указателя А во вторых С кем можно Подторговать То Ну явно Не с ней Она не торговка Там было написано Что надо Их именно Купить Но я в продаже Не вижу семян А здесь Кто-нибудь Может в этой Варенжереи Продается Только я тут Никого не вижу Людев Нема Неужто Книга торгует Семенами Торгует У него И только Книги были Интересная Кино Парочка Вопросов Разная Нет Здесь Только Книги Ну вообще Самое очевидное Это вот Этот Торговец Овец Ну здесь Нет никаких Семен Или если Путь Да нет Ну хорошо А если Поговорить Пару вопросов Как тебя зовут Чем занимаешься Закусочную А вот оно что А я эти места В общем то В основном Пропускаю В диалогах А ну видишь Тут как раз Это Закусочную Содержу А пара месяцев Назад решил Еще настойками Торговать Из всяких Редких растений Даже коллекцию Диковинных семян Дмитрий Сомикова Прикупил Сейчас покажу Мужчина Недолго покидает Вашу компанию Возвращается Держа в руках Скрепленной Канцелярской Крепкой Пакетики С разнообразными Семенами И даже Крошечными Саженцами Глянь Волчанка Кусачая Иудина Дерево Баранец Интересные растения Только вот Настойки из них Хреновые получаются От одной Мокрой псины Несет От другой Козлищем Третья в тоску Гоняет Вот бы Впарить их Кому нибудь Я знаю Одного мужика Который не отказался От пары семян Баранца Только его В город не пускают Отдельно Баранец я не продаю Только всю коллекцию Целиком Купи своему приятелю Цена-то смешная Тысяча рублей всего Мне она в 900 Обошлась А перепродавать Без какого-либо навара Дурной тон Хрена себе Тысячу Расскажи мне Про Иудину Дерево Правда Про эту хреновину Не добьешься Есть только байки Будто это растение Мутирующее форму осины Вырастает за пару дней Здоровое дерево А после этого Заманивает в себе людей Животных насекомых Чтобы соки Из них высасывать Но учти Сам я этого не видел Все что я точно знаю Что это отвар Из такого саженца Горький как полынь В депрессию гоняет Я как выпил Пробную дозу Потом неделю рыдал И от еды отказывался А что ты можешь рассказать О Баранце Если верить Всяким темным личностям Это растение Не мутант Мол путешественники Его еще во времена Древних греков встречали Говорят Если посадить Одно из таких семечек Правильную почву Особая бахча вырастет Только вместо арбузов И тыквы Там будут самые настоящие Овцы Козы и прочие телята Все это разумеется Бред Причем первосортный Но вот настойки Из этих семян Действительно Каким-то козлищем несет Так что продаю Расскажи мне волчайники Продавец рассказал Что при определенных условиях Из этих семян Призрастает куст Который плодоносит Волчарами голодными Эдакий ответ На существование Баранца получается Чушь невероятная Но растение И правда редкое Ну берем Чего нам делать Нечего Забираем Надо задание выполнять Скидок здесь Никак не это Владелец закусочной Церемониально Передает вам набор Кулечков С разнообразными Представителями Постапокалиптической Флоры И забирает Протянутые ему деньги Так Ну что ж Спасибо Саженицы Дерево Семена волчанки Семена Баранца Так Кстати говоря У меня же жерелье Есть Хочешь Ожерелье Где у нас Ожерелье А это что такое Золотой медиатор Намек на то Что он мне еще пригодится Ладно Так Где Ожерелье Как мне вообще Тут блин Сортировка Конечно Колечко Тебе не интересует А тебя жрачка Она интересует Ладно Хрен с тобой Так Может тогда этому Кучеглазику Попробовать Продать У меня же в кольцу Тоже такой же Ювелирка Бесполезная Вроде как Давай торговать Смотрим Ну Общие Интересуют Общие Хорошо Хорошо Не вижу А вот он 1800 Жаль что у тебя Нету этих денег Блин Как меня это Задолбало Ходишь 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 А потом Бат Старая смена Я пришел на этот На рынок В пригороде Чуваку обратился Который интересует Оружие Там суммарно Было Наверное Тысяч на тридцать Вот того Что у меня было В ящик То что я сложил После всех разборок С этими С бандой Тох и кальмара Тысяч на тридцать Было оружие Ну у него денег Было всего Тысяча Понимаете Он за пулемет Десятку отдавать Готов был Я его кстати В итоге Так и оставил У себя А потом Зашел у нас На этот Ну торжище Этот Который в пути Встречается Там тоже Человек готов Скупать оружие Ему тоже Вроде как Интересно Но он за тот же Пулемет Давал уже Всего 5 И все равно У него тоже Всего 7 тысяч денег Там Мои блин Не я понимаю Что конечно У меня и так Этих денег До задницы Но все равно Как то это Подвыбешивает То что этих денег Хронически Не хватает Постоянно Где колечко Колечко Вот теперь Я тебя не вижу Нашел Вот он 134 рубля Вот продавайте Олимпия Хрен с ним Пусть валяются Стоит все Копейшие В смысле Денег у меня Сейчас полно Вот да 27 тысяч Вот 45 мы потратили На броню И тут же Насобирали 27 Ну охренеть Охренеть Круто Круто Так Давайте я здесь Проеду По моему Это тоже В общем то На этот На милицейский Этот самый Участвует Чек Ладненько Так Ну давайте Тогда через Пригород Наверное Сходим Так Давайте Сдавать Это задание Надо Перезарядиться Вот это У нас Товарищу Так Еще Мне кстати Говоря Кофеечку Где Где нибудь Раздобыть Бы Ну то что То кофеечек У меня Закончился Да и не только Кофеечек Но и Чаек Тоже Хотя бы Так Так Ну че Дядя Миша Уже Уже Знакомый Пастух Продолжает Зябко Пританцовывать Возле Весело Потрескающего Весело Потрескающего Костерка Салам Дорогой Подходим Отгреться Слушайте А я его даже не спросил Как зовут Как тебя зовут Меня Эчки Очень приятно Так Слышал Какие слухи Все говорят Армию разбойников На севере Про бунтащиков Сгороде Замванных Террористов Пиратов Трудоградской Гавани Но сам я Ничего этого Не видел Так Ладненько Помнишь Ты просил меня Поискать Семена Баранца В городе Поискать Это сильно сказано А что такое Так А ну То есть Эти ему Надо просто Подсунуть Да Ну давай Отдадим Семена Баранца Собственно А че нам еще Угадай Что я для тебя Нашел Чокнутый Чабан Едва Не подпрыгивает От радости Принимая Из ваших рук Семена Легендарного Растения Или мутирующие Насмешки Над природой Которые Создали Радиоактивные Бури Апокалипсиса Вот это да Дорогой Никто еще Не приносил Ни столько Радости Даже козы Держи свою Награду Клянусь Она поможет Тебе в странстве Мужчина Наклоняется И достает Откуда ты Из сугроба Полную корзину Морковки Которые Радостно Протягивает Вам Получи А мне теперь Нужно найти Укровное Местечко Где я Посажу Семена Ну спасибо Удачи С посадкой Забираем Морковку Так 411 Очков Опыта И получили 33 Морковки Куда мне Столько А 33 Морковки Офигеть Ну давайте Сожрем Господи Парочку Искра Не хочешь Морковки А у нас Ее теперь До жопы 126 И 126 Ненужные Гексу Можно Скормить Немножко Ладно Пуще Гекс Таскает Охренеть 30 30 штук Морковки Будем Жрать Одну Морковь В дальнейшем Так Журнал Обновился Да Задание Пропало Ну и собственно Опять Морковка Кругом Морковка Вся серия Какая-то Морковочная Пошли Сдавать Задание Тогда Товарищу Буревестнику Или Михалычу В общем Кто из них Там будет В трактире Так Дошли Мы Дошли Трактир Михалыча Алыч Задущего Курящийся Зубах Позвоню Руководством Сообщу Чтобы Отправили Кверихонову Бумагомаратили С макетами Будущей Газеты Что дальше Или нам Опять сутки Ждать Придется Это Раньше Буревестнику Нужно было Всякий раз Советоваться С комитетом Но теперь Та дорога Вперед Понятна Менты Хотят Арестовать Купчиху Волкову Которая Не раз И не два Помогала Революционерам Деньгой А значит Нам надо Действовать Быстро И под Нам Я подразумеваю Тебя Все ясно Хлопнем ее До того Как менты Расколят Кто бы Сомневался А действовать Каким образом Купчиху Нужно Вывести Безопасное Место До того Как ее Схватят Эта Дамочка Ну никак Не будет Смотреться В ментовских Застенках Это Как душистую Фиалку В нужник Поставить Преступление Против Хорошего Вкуса И как Мне эту Фиалку Спасти Отправляйся На второй Ярус Это На крышах Приличный Район Там Будет Ее дом Все детали Плана Эвакуации Узнаешь На месте Эта Мадама Идеологически Подкована Наравне С лучшими Агитработниками Она тебе Сама Скажет Куда ее Вести А заодно Сообщит Где найти Штаб Квартиру Комитета Там тебе Выдадут И награду И пропуск На седьмое Небо Который Ты уже Мне когда-то Просил Я же Пока Залягу На дно Смена Власти Смена Власти Но мне Нужно Трактир Содержать Ну понятно Выдвигаемся То есть Можно было Конечно И Ну Хотя Ладно Ну ладно Окей А здесь Я так понимаю Нам нужна Как раз Вот эта тетка Которую Я уже Бомбанули В прошлый раз Да Немножко Пограбили И в прошлой серии Ты Ну Господи Когда-то Давно Короче И в прошлый Свой приход Сюда Тоже Мы ее Тут Заглядывали Да Вон она Бежит Троняй Кал К вам Подбегает Волнованная Хозяйка дома Она бросает Взгляд На открытую Входную дверь Будто проверяет Не было ли За вами Слежки И только После этого Заговаривает Ваш же Революционер Прислали Да Чтобы помочь Мне Бежать А почему Они вообще Тебя преследуют Не думаю Что ты Очень уж Активная Участница Движения Вот и я Тоже Задаю Сильным вопросом Гражданка Некоторые Чуть ли не Каждый день Кладут Свою жизнь И молодость На алтаре Революции А спасать Почему-то Поручают Вас Ну как же Да Может я И не участвовал В операциях Но финансово Я всегда Поддерживал Комитет спасения И причем Поддерживал Щедро Впрочем Это не единственная Причина На самом деле Власти Хотят прибрать К рукам Состояние Моего покойного Мужа Они просто Воспользовались Тем что у меня В отличии от некоторых Еще осталось Совесть и сострадание Пролом Женщина замолкает И с тревогой Косится на открытую Дверь в дом Похоже Что она с минуты На минуту Ожидает визиты Из охранки Молча кивнуть И тоже Обернуться на выход Подождите Немного Я соберу Вещи в дорогу О боже Какой кошмар Несчастная Волкова Начинает Носиться По дому Беспорядочно Запихивая Большой чемодан Одежду Привианты Белье Вы прикрываете Дверь И через Узкую щель Внимательно Следите за тем Что происходит На крышах Оборачиваясь К женщине Ну как Все готово Почти Я почти уже Ну блин Надо было Была у меня мысль Зайти на завод И взять броню Ну ладно Вы поворачивайтесь Обратно Прищуриваетесь И заглядывайте В щель Только для того Чтобы поспешно Захлопнуть дверь И снова развернуться К хозяйке У нас гости Женщина бледнеет Роняет чемодан на пол Похоже Случилось именно то Чего она опасалась Тем не менее Она не выглядит Окончательно сломленной Судя по ее нахмуренным бровям Волкова о чем-то Напряженно думает Товарищ Неужели нам опять Придется сражаться О нет Я еще слишком молод Чтобы умереть Спокойствие Спокойствие Точно У нас еще есть шанс Уйти отсюда без боя Посветите в детали Будьте так добры Мой муж провел Из дома тайный проход Через чердак Многоэтажки Через него Мы точно сможем Выбраться из дома Ну По крайней мере Я на это надеюсь Тайный проход А зачем Он его сделал Сейчас нет Времени на разговор Быстрее Люк в соседней комнате Так что же мы ждем Показывай путь А вот оно Что там было Там открыто Я уже взламывал Не ковыряйся Сюда Быстрее Быстрее Понятно Идти вперед Идти вперед Спасаемая Спасаемая вами Вдова Волкова Тихонько Обгоняет вас И зажигает Расставленные Стратегических Местах Свечи Пожалуйста Только не нужно Шуметь Обращается она К вам Умоляющим Тоном Что это за место Волкова Явно хочет Что-то сказать Но тут происходит То чего вы опасались Люк через который Вы только что Спустите Ну мы конечно Попытаемся Воспользоваться Скрытностью Но что-то Мне подсказывает Что не прокатит Попытаться Скрыться в тенях Ну да Судя по их Нецензурной Броней Требованием Немедленно Остановиться Вас заметили Так Начать бой Первым Собрать Слегка Ретен Удача Ну удача Сила Не прокатит Давайте попробуем Общение Нет Не получилось Стражники Посмеиваются И крутят Пальцами У виска С каждым Поворотом Пальца Количество Доступных Вам Опций Ну давайте Вторую силу Ну тоже Провал Да Точно Дикая Горилла Надуваете Щеки Как хомяк В общем Всеми Доступными Способами Демонстрируете Физическую Доминацию К сожалению Ваших Оппонентов Это представление Вызывает Исключительно Приступ Ярости Не сговариваясь Они поднимают Оружие Ну начать Бой Первым Блин Вы пытаетесь Вить В сторону Нет Сухая Автоматная Очередь Останавливает Вас В прыжке Да ладно Бронзает Тело 66 Уронок Ну спасибо Нюш Пахи А чу Вас Такой Как Вас Му Мы Ни Кабс Дам АК 47 Поляк Какой-то Охотничье Ружье АК 74 АК МС СЗ 75 Блин Да Еще С такими Раскладами Конечно С такими Раскладами Блин Гарантированный Как жвец Держись рядом Народ Все Ладно Тогда я все-таки Извините Но загляну На Завод Так Давайте Попробуем Немножко По-другому Указывая Путь Оглянуться назад Угу Ну Делать Нечего Дождемся Милиционеров Вы пожимаете Плечами И остаетесь В центре Комнаты Что будет То будет В конце концов Вы на собственной Шкуре Убедились Что из многих Ситуаций Можно выйти Без грамма Насилия Вам в лицо Бьет свет Фонариков А следом Вниз Спрыгивают Дюжи Молодчики С автоматами И ружьями Наперевес Сопровождая Каждое слово Нецензурной Бранью Они требуют Представиться Ну Давайте Сложим руки Прикроем глаза И в который раз Понадеемся На госпожу Удачу Возможно Будь вы хоть Немного удачливее Частные милиционеры Приняли бы вас За странную Восковую фигуру И оставили в подгоре К сожалению Даже они Не настолько глупы И вместо разрешения Накалившейся ситуации Вы получаете В свой адрес Обидные высказывания Личного характера И обвинения В сектанстве Ну Еще раз Силу Вы бьете себя В грудь Точно дикой Горилла Надуваете щеки Как хомяк В общем Всеми доступными Способами Демонстрируете К сожалению У ваших оппонентов Это представление Вызывает Исключительно Приступ ярости Не сговариваясь Они поднимают оружие Поднимаем Получаем Пулю в бок Вы пытаетесь Идти в сторону Но сухая автоматная Очередь Останавливает вас В прыжке Острая боль Пронзает тело Пули задели Ваш бок И в бой Хотя конечно Не самое Приятное Так сказать Расклад Потому что Я здесь Точнее Я так понимаю Что после этого Менты Станут не врагами Это Плюха Ночное видение А зачем Мне ночное видение Так Я кстати Еще пулемет Захватил Но забыл Его взять В руки И забыл Кстати Сколько у меня 131 Да А Нет Пистолета Пулемета Наверное Ну Попробуем Попробуем Все таки Отбиться Так Так Во первых Народ Пум Пум Так Сменить Оружие Удержать Позицию Указать Цель А давайте Попробуем Указать Цель Посмотрим Как она Работает Вот так И Где у нас Искра Вот так И тоже Немножечко Сюда Постреляем Блин С таким Уроном Конечно Будем принимать Так сказать На себя Да Не вариант Так Еще одна Попытка Я на этот раз С пулеметом Но Толку от него Мало Потому что Он Патронов Маловато Так Еще раз Давайте Попробуем Указать Цель Вот По этому Товарищу И Так Короткая Очередь Перезарядить Да Только Короткие Или Длинные Очереди Ну Давай Коротенькой Вау Вау А мне нравится А мне нравится Хорошо Мазали Гекс Отчеты Зависто Так Надо было Обожраться Всякого Еще Да Давайте Тогда Накачиваться Во первых Так 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 Будет Плохо Ой Будет Плохо Но Что Делать Сила Упала Медикаментозная Дрянь Еще Безбола Вот Это Надо Было Силу Взять Сожрать Может Прокатило Б Внимание И ловкость Сила Ловкость Внимание Я боюсь Она Мне Час Опять Какое Недрение Долбанет Ну Будем Надеяться Что Этого Хватит 208 Очков Так Нет Что Перезарядить Не Надо Перезарядить Короткая Очередь Так Указать Цель Указать Цель Держись Здесь Оборона Блин Надо было Гранату В руки Взять Ну Ладно АКМС АК74 64 93 53 Давай Кого Я надеюсь Что он Зацепит Но Нет Не Зацепил Крид 112 Класс Моя Любимая Часть Игры Вы Бьете Себя В грудь Точно Дико Грил Надуваете Щеки Как Хомяк В общем Всеми Доступными Способами Демонстрируете Физическую Доминацию И Сюрприз Сюрприз Это Срабатывает Ваши Оппоненты Начинают Тихонько Пятиться Теперь Осталось Окончательно Добить Да Я Решил Все Таки Обожраться Перед Боем Силы Я Съел Конфетку Одну И Этот БФ 12 Или Как он Там Называется Вообще Сил У меня Сейчас 11 И Этого Хватило Чтобы Их Напугать Так Дайте Побежим На Нех Перепуганные Милиционеры Сбивая Друг друга С ног И Теряя В попыхах Остатки Собственного Достоинства Вылезают Обратно Через Чердак Волкова Указывает Вам Еще Одну Неприметную Дыру В потолке Давай Не будем Тут Задерживаться Смотри Через Вот этот Люп Можем Вылезти Наружу Вперед Из Песней Да Избежали Мы боя Таким Макаром Ну Это Очень Их Там До Хрена Но Главным Образом Я Не хочу С ними Воевать Потому Что Стану Врагом И Потом Перемещаться По Городу Чаек Возьмем Обязательно Клей Момент Момент Не надо Огнетушитель Можно Кстати Взять Периодически Он Бывает Нужен Полено Макулатуру Макулатуру Возьмем Полено Ну Тоже Возьмем Пока У меня Есть Куда Все Это Складывать В Крафте Потом Если Что Пригодится Ага Это Тоже Все Забираем Вот А так Мы Будем Без Электрошкаф Там Провода Да Все Все Так Будем Сохраним Так Сказать Нейтралитет А нет Здесь Платы Платы Мне Пока Не Надо А вот Провода Я Возьму Хотя Ладно Берем Тоже Че Уж Там Че Уж Там Забираем Все Пока Есть Такая Возможность Вот Да Ну Если Настраивались На Бой Извиняюсь Что Разочаровал Но Мне Важнее Все Таки Сохранить Хорошие Отношения С милицией Не Хочу О Соляра Да Не Хочу Перемещаться По городу Как По Заминированному Полю Сгущенка Да Солонина Тоже Да Хавка Есть Хавка Кстати Мне Даже Не Помешало Бы Перекусить Металлолом Еще Металлолом Так Только Знать В общем То Гвозди 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 Тоже Заберем С Какого Люка Мы Вышли С Этого Или С Того Дурь Мало У нас Было Дурь Да Теперь Будет Больше Или Похрен В Какой Итите Наверное Все Таки В Этот На Всякий Случай Сохранимся И Посмотрим Куда Нас Выведет Кривая Нет Все Правильно Нет Неправильно Или Правильно Куда Я Вышел Нет То Есть В том же Доме Но Точнее В той же Локации Но В другое Место Вышли Да Что У нас Тут Интересно Шапка Ушанка Ладно Не будем Заниматься Ерундой Давайте Тихонечко Уйдем Трич Милиционер Мы Тут Мимо Проходили Не Обращайте На нас Внимание Пожалуйста Вы Благополучно Спускаетесь С крыши Убедившись Что за Вами Нет Слежки Останавливайтесь Возле Ближайшего Ларька Для того Чтобы Перевести Дух Посмотрев Наверх Вроде Ушли И Волкова С озабоченным Видом Нащупывает Своё Дорогое Пальто Очевидно Нащупав То Что Искала Она Облегчённо Выдыхает И даже Позволяет Некое подобие Улыбки Ох Деньги На месте Спасибо Без твоей помощи Эти негодяи Точно Схватили Меня Молодцы Кивнуть Что ж Наши дороги Расходятся Я поеду К родственникам За город Пока Власть Трудограде Не сменится Мне тут Жизни Не будет Как Считаешь За тобой Только Из-за Поддержки Революционеров Пришли Уверена Что Поддержка Будеревестника Компании Была Лишь Удобным Предлогом Для того Чтобы Отнять Доставшуюся От мужа Собственность Столь Любимую Приезжих Купцов Автомойку Западных Ворот Некоторые Богачи В городе Очень давно Развивали На нее Рот И вот Хорошая Причина Для Прихватизации Подвернулась Пусть Они И подавятся Что Собираешься Делать У родственников Уж Точно Не сидеть Сложа Руки Я Неплоха В счетоводстве И с удовольствием Помогу Своему Двоюродному Брату Доехать Сама Ты Так Уже Помог Мне Ну Что Ж Бывает Расходимся Но Сперва Тебе Конечно Нужно Узнать Где Сейчас Конспирируются Товарищи Из Комитета Последняя Штаб Квартира Революционеров Находится На улице Колотушкина Она В подвале Вход Который Расположен Рядом С домом Номер 10 На лету Сообразив Как работает Ваша Электронная Карта Женщина Быстро Да Можно Беляшочек Съесть Вы Застыли Валкошко Небольшого Ларька Из него Доносится Тихое Скуление И чьи Грубые Матюки Напротив Оконца Вывешено Скромное Меню 30 Рублей За беляш И 15 За стакан Местного Самогона Что там Скулит Я не понял Хотя Собственно Что тут Еще Жрать Кроме Собачатины Какие Сплетни Ходят По Городу Проживающих Степи Мертвецов Да Ну Ладно Давайте Сидим Беляш Поправим Голод Свой Ну Да Вкус Ужаренного Пирога Странный Но Точно Мясной Какое Животное Пало Чтобы Насытить Ваш Зверский Аппетит Ладно Пошли Так Мусорник О Тут Есть Мусорник Которым Нет Ничего А Здесь Че Это Же Не Улица Колотушкина Нет Что То Новое А Давайте Заглянем Давайте Посмотрим А Куда Это А Шо Это Там Первый Раз Такое Вижу Какой То Подвал Причем Пустой Судя По Всему Интересно Просто Случайная Локация С Просто Случайным Подвалом Которым Тут Чуть Ли Не Бункер Блин По Идеи Все Должно Быть Пустын Да Ну Да Сбор Я возьму Конечно Да Блин А в остальном Конечно Все Пусто Обыдно Да Здесь Можно Выйти Опять же Куда То Вот Все Таки Конечно Да Сколько Всего Можно Было Наделать В этих Секретных Случайных Локациях Но Ребята Почему Не Стали Этим Заморачиваться Хотя Какие Локации Есть Вот Чоп Спрашивается Не Населить Его Чем Нибудь Или Кем Нибудь Вместо Вместо Этого Они Раскидали По Карте Кучу Рандомных Событий Типа Столкновения С какими Бандой Отморозков И так Далее Которые В общем То Приедаются Своим Однообразием А могли Сделать Вот Так Вот Все Это Гораздо Разнообразнее И Интереснее Но Нет У нас Пустые 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 Вещи Ну Почему Ну Почему Остальное Не хочу Другой Стороны Конечно Тут По Игрей Так Дохренища Вся Калу Та И Баблища Льется Рукой Но Я Все Равно Не Понимать Ну Вот Жан Есть Езжи Если Не Было Этого Ничего Я Еще Понял Но Так То Странная Фигня Короче Мы Где Вышли На Противоположную Краю Карты Что Ли Ну На Примерно Прошу За Ящик Тож Пустой А тут Все Пустой Блин Ну А Вот И Улица Колотушкина Что Ж Давайте Искать Подвал Где Затаились Наши Наши Революционеры Но Дом Номер Десять Дом Номер Девять И Говорите Мишу Это Дом Номер Десять Да Действительно Это Дом Номер Десять Ну Ладно То Все Все Так Именно Тот Подвал Про Который Я И Подумал А Нет Нет Стопе Здесь Дверь Закрылась Сейф Или нет Фасмер А кто вышел Кстати Че-то даже Не обратил Внимание Вдова Гамкрелидзе Нет Все-таки Подвал А че Здесь Дверь Закрылась Тогда Я уж так Привыкшу Если Дверь Закрылась Значит По квесту Сюда Надо Но Нет Топот И Кто Никто Ну Ладно Пошли В подвал Опять же Сохранимся На всякий Пожарный А то Знаем Мы Эти Приколы Ах Важно Точно Не Не Было Ладно Ну Что Встали Заходите Осмотритесь Так Опыт Журнал Задания Обновился Что у нас там По заданиям По опыту Кто у нас там Получил Гексоген Наверное Да Гексоген Получил Ладно Подожди Пока Подвал На улице Колотушкина Поговорить с Буревестником О получении Доступа На седьмое Небо Что то тут У вас Барахла Много Прибавилось С тех пор Как я Зачищал Этот подвал В прошлый раз А вот Кстати Интересно Если бы Я его Не зачищал Тогда Что было бы Сейчас Здесь Да Собирайтесь Пришел бы А тут Понимаешь Разборки Ой А что такое Ты не Ты не Буревестник К вам Подходит Явно Чем-то Встревоженный Пожилой Мужчина Он Решительно Заговаривает Первым Достаточно Тихо Чтобы Вас Не Подслушали Ну И Не Переходя На Шепот Красиво Вы тут Всех Облапошили Ну Давайте Оставим Этот Цирк Неожиданно Его Прерывает Ваш Старый В прямом Переносном Он Выходит Вперед Обращается К незнакомцу Озадаченно Потирая Седой Затылок Ба Я Так С 55 Не Удивлялся Когда Меня Костя Каивошейн Пригласил Присутствовать На Защите Вы Позвольте Спросить Что Здесь Забыли Профессор Товарищ Трудов Я Продал Вам Сво Старое Жилище Думаю Что Именно Дело С Порядочным Человеком А Вы С Трудоградская Служба Безопасности Прошу Не Выражаться С ТСБ Я Никак Не Связан Похоже Что Старичок Верит Вашим Словам Но Это Ничуть Его Не Успокаивает А Следующая Фраза Которая Слетает С Его Губ Наполняет Волнением Уже Вас Нередко Ошибаюсь Но Когда Такой Происходит Я Могу Это Признать В отличие От Всевозможных Кляйнеров Витинских И Выбегала Из Моей Прошлой Жизни Чёртовы Выскочки Особенно Выбегала Это Профессор Кляйнер Тоже Что-то Знакомое Но Не Помню Выбегала Это Из Понедельника Начинается Субботу Стругацких Прошу Прощения Молодой Человек Меня Зовут Анатолий Горячев И Я Дал Излишнюю Волю Своей Паранойи Молча Ставится На Неожиданно Обнаруженного Профессора Горячего Вспоминая Его Важность Для Вашего Задания Ну Да Можно Было И Забыть Что Зачем Мы Здесь Стоп А Вы Разве Не В Секретной Тюрьме Профессор Долго Смотрит На Вас И Наконец Тяжело Вздыхает А Вот И Я Получил Новый Уровень 5760 Очков Опыта Вау Если Этот Подвал Не Я Секретной Тюрьмой То Нет А Я Сюда Заходил Не Был И Тебя Тут Хотя Трудогротская Верхушка И Правда Планировала Засадить Меня В Бараний Рог К счастью Мне Удалось Вовремя Сбежать Вы Первый Кто На Меня Вышел Так Информация Так Магич Мистические Силы Вне Вашего Я Представляю Мистические Силы Вне Вашего Выбираем Верьте Или Не Верьте Но Я Из Организации Атом И Я Разыскиваю Завод Инвертор И Скрытый В нем Рельсотрон Мне Известно Что Вы Располагаете Этой Информацией Профессор Горячий Фоседает Точно Сдувшийся Мяч Похоже Он Все Это Время Напряженного Жидал Подходящего Момента Для Побега Но Что В вашем Вопросе Его Окончательно Утихомирило С какой Стати Мне Не Верить Я Знаю Существование Атома И Вполне Верю Что Вы С Ним В Связаны Соответствуют Тому И Модус Операнди Поиск Малополезного Двоенного Хлама И Превосходные Навыки Оперативника Поиск Малополезного Двоенного Хлама Рельсотрон Вы Все Еще Можете Обнаружить Цеху П2 Завода Инвертер С которой Он Не Сдвинулся Ни На Йоту Дайте Догадаться Этот Ваш Цех П2 Где-то Под Землей Да Вывезено И Распродано Была Поверхностная Часть Инвертера Разработки Рельсотрона Моя Команда Занималась На Подземном Этаже Туда Доступ У Новых Властей Никогда Не Было И В Ближайшем Будущем Не Будет Молчи Ждать Что Горячим Скажет Еще В Общем Сперва Вам Нужно Отыскать Уцелевший После Пережитых Заводом Пертубаций Лифт Ведущий Под Землю Затем Вам Потребуется Уникальное Устройство Магнитная Ключ Карта Для Открытия Ведущих В цех Ворот Их Было Сделано Не Более 25 Причем Позже Я Был Свидетелем Уничтожения Десяти Из А Остальные Условия Я Ожидал Что Все Будет Сведено Какой То Услуге В общем То Все Просто Мне Надоел Этот Город Я Человек Культуры Я Интеллигент Но Пошел Б Этот Ваш Трудоград Но Вы Поняли Меня Ищет Тайная Полиция Меня Ищет Конгломерат Еще Черт Знает Кто Я Хочу Спокойной Старости И Ваша Организация Молодой Человек Может Ладно Понял О Каких Гарантиях Идет Речь Куку Молодой Человек У вас Есть Рация Просто Выйти На Связь С Штабом Представьте Мне Лично Договориться Об Эвакуации Из Города Предоставление Убежища Ну Давайте Передаю Харас Ему Это Достаточно Бога Ради Оглядеться По Странам И Передать Горячего Свою Радио Только Побыстрее Я чувствую себя Голом Без Этой Штуки Выхватив Из ваших Рок Компактный Радио С недомовевающим Связистом На другой Стороне Динамика Горячев Отбегает Дальний Угол Помещения Чтобы Обеспечить Себе Немного Приватности Начинается Неслышанный Вам разговор Который Длится Минут Двадцать После чего Ученый С довольной Улыбкой Возвращается Обратно Обещание Так что Сами Не ищите Лучше Пообщайтесь С гробовщиком А вы точно Не против Что я Могилу Вашей Жены Раскапывал Я его Там Закопал Исключительно Из соображений Чтобы носить На себе Такое устройство Что носить На себе Такое устройство Опасно А выкидывать Жалко Значит Нужно Спрятать В месте Положение Которое Уж точно Не забудется Рой тесно Здоровье Прах Это Только прах А не Какая-то Там Священная Сложно Как и другие Заводные Работники Инвертора В повседневности Я пользовался Только центральной Лифтовой шахтой Она к сожалению Давно Погребена Под завалами Я знаю Что были Другие входы Но где И функционируют Ли они до сих пор Мне неизвестно Есть ответ Если ответ На этот вопрос У кого-то и есть То этот Кто-то Сейчас Прохолождается В своем Бескусном Особняке На седьмом небе Поинтересуйтесь Там Так Ну Пообщаться На менее Существенные Темы Так и быть Чем инвертор Занимался В былые годы На поверхности Тем же Чем и другие Городские заводы Но в подконтрольном Миницеху Мы воплощали В реальность Натуральную фантастику Спецброня Вроде то Что одето на вас Бутусин Практически Неуничтожимый материал Сковавший Молекулярной цепью Кристаллы Бореалия Сталь А-46 И не поверите Биопластики Бутусин Кстати Гарант того Что подземные цехи Даже сейчас Абы кто не проникнет Ну и рельсотрон ОР1 Разумеется Потрясающее устройство Пусть и непотребнепно Прожорливое до электроэнергии Кстати о нем Расскажите о рельсотроне А и не травите душу Когда-то это было Моим любимым изобретением И самым ненавистным Тоже Если копнуть Принцип работы Просто давно известен Тут никакой фантастики Фантастика в том Что настолько энергетически Неэффективные устройства Вообще решили заказать Если вы найдете агрегат И решите из него пострелять Трудограду придется Попрощаться с электричеством На месяце Прежде чем дамба В ее нынешнем состоянии Зарядит батареи для залпа Поэтому по завершению проекта Его планировалось доставить Доставить К Соласпилской АЭС Для испытаний А для чего же он был нужен? Агрегат планировался Сразу для двух целей Первая Массовый запуск на орбиту Земли Или даже за ее пределы спутников Вторая Уничтожение спутников Потенциального противника А комету эту штуку Уничтожить смогла бы Здоровый такой красный астероид Например Для друга спрашиваю Перекошенное волнением Лицо профессора горячего Медленно, но верно Растягивает широченная улыбка Ого-го Вот значит что задумали Ну-ну Позвольте перефразировать классика Имею я желание хохотать Но воздержусь Чтоб атом не обидеть Какая прелесть Святая простота Что это значит? Что план может не сработать? Я не могу такое утверждать Пока не узнаю все переменные Массу, скорость, нынешнее состояние Ресатрона Наличие у атома 121 гигаватта Электричества Как минимум Я же ученый, а не Инострадамус Просто ваш план настолько грандиозен Что он по-своему смешен В паре сотни километров отсюда Люди бегают за косулями и ежами С заостренными палками Как тысячи лет назад В еще паре сотен Кто-нибудь наверняка молится Тотему ежа А люди с заостренными палками Считают А людей с заостренными палками Считают Высокотехнологичной цивилизацией А в еще одной отдаленной точке На этом умирающем буром шарике Какие-то безумцы Вздумали грозить небесному телу Гигантской электрической рогаткой Я вас умоляю Палки, тотемы В мире не все так плохо Понятное дело, что я утрирую Но только дурак будет спорить с тем Что технологии сейчас в упадке А вы мне серьезно мины Рассказать о вещах Которые даже в двоенные времена Было Ой, как непросто сделать Эх, молодежь Давайте лучше о чем-то еще поговорим Как же вы очутились в этом месте, Горячев? В компании революционеров Виновники холодный расчет и взаимная выгода Они мне укрытие Я им свой интеллект и прикладные навыки Электрика, оружейника и много кого еще Некуда было бежать с тех пор Как я обнаружил за собой слежку А как вы вообще вышли на революционеров? Чтобы выйти на них Достаточно было пару раз проследить За главой самого непослушного профсоюза На моем старом рабочем месте Петрова Узнав, где он встречается с подпорщиками Я пришел на одну из таких рандеву Вместо него и быстро заинтересовал товарища Буревестника Я легко обменял свои интеллектуальные услуги На безопасность и даже на обещание должности По итогу переворота Правда, о последнем я уже не мечтаю Сами видите Этот город обречен К тому же с атомом мне будет гораздо приятнее работать А не могла слежка за вами быть связана как-то с конгломератом? Вот уж о чем, а об этом я распространяться не намерен Но раз вы так и сведомлены, то коротко отвечу Нет, дело не в конгломерате Следить за мной начали до них А с господином Лявой я связался через одного мелкого уголовника, который добывал мне детали Я планировал заработать на побег из города, который так и не наступил Потому что ситуация стала напряженной до того, как мне удалось набрать достаточную сумму Вы знаете, кто именно мог за вами следить? Знаю, точнее догадываюсь Трудоградская служба безопасности По той же причине, что и вы, кстати Их заинтересовали тайные цехи инвертора Вы спросите, почему же они начали со слишком? А потому что я считался неблагонадежным гражданином Скрывал, что имел доступ к гостайни Был депутатом в предыдущем правительстве Они мне не доверяли И правильно, кстати, делали Но даже если бы я согласился помочь им пробраться в П-2 Не думаю, что это закончилось бы для меня чем-то хорошим Скорее всего, я был бы убит А полученные технологии поручили бы изучать этим их инженеришкам на машиностроительном Моим бывшим, прости господи, коллегам Так, другой вопрос Что планируете делать теперь, профессор? Будь я ничтожеством вроде моего бывшего коллеги Митротвага То продолжил бы ходить на работу в этот, тьфу, машиностроительный завод Но, к сожалению, я слишком яркая личность И мне остается ждать, пока за мной явятся ваши товарищи Ну понятно, ладно, пора уходить Да-да, только не забудьте от нашей договоренности, хорошо? М-м-м, да, до скорого И, собственно, собственно Где наш товарищ Буревестник? Еще огнетушитель Всякое барахло я пособираю тогда не на запись Давайте еще с Буревестником перетрем Как-то вырос у нас подвальчик, да? За это время Буревестник осмотрительно продувает стволовую коробку своего пистолета До упора оттянув затвор Увидев вас, он прячет оружие в оперативную кобуру Многое достигнуто, товарищ Но еще большего мы достигнем в ближайшие дни Не сомневаюсь Поговорим о пропуске на седьмое небо Обычно бесстрастный Буревестник не сдерживается И недовольно морщится Опять об этом Что тебя там так интересует? На седьмом небе сложно развернуться Всюду агенты ТСБ Молча сложить руки на груди Хорошо, храни свои секреты, если... Тут нужен мем Ну ладно, ладно, храни свои секреты, да? Храни свои секреты, если они тебе так дороги Я не буду лишний раз спрашивать Пока не буду Так как личных тайн у нас быть не должно Только общие Буревестник долго молчит Явно о чем-то напряженно думая, прежде чем заговорить Когда он снова открывает рот И его голосе уже нет прежнего раздражения Ладно, давай не будем сейчас портить отношения Концент этого он обдумывал Испортить отношения или нет В конце концов, хотя последние наши победы и были результатом общего труда Ты тоже проявил себя как ответственный боец Держи 5000 рублей и пропуск на самый верхний этаж Только не потеряй его, а то новый я не выдам Спасибо, Буревестник Отставить благодарности, товарищ Я надеюсь, что ты потратишь эти деньги на пользу неизбежно наступающей революции Обязательно Прямо сейчас пойду поддерживать пролетариаток В трактире Кстати, Искра с его документом тебе тоже должны пропустить под правительственный купол Осмотритесь, что там происходит Только постарайтесь не привлекать внимание ТСБ Так точно, товарищ Буревестник, вы можете на меня, на нас положиться Архи приветствую подобное рвение А теперь вступайте Будущее До скорого Усо У нас наконец-то есть пропуск Где-то Красная книженция У нас есть куча барахла Тут тоже есть куча барахла Есть какой-то челик, с которым можно потрещать Я, наверное, не на запись это гляну Вот По заданиям у нас Доступ на седьмое небо получен Пришла пора поговорить с министром Воронином Тет-а-тет Кто-то Кто-кто А он должен знать о заводе инвектор И рельсотроне Да И в следующей серии мы тогда отправимся Наверное Наверное Ну, наверное, начнем мы все-таки с Ключ-карты Возьмем его, да В могилке Откопаем А потом уже тогда отправимся Наконец-то На седьмое небо И поглядим, как оно там Вот А эта серия на этом все Если она вам понравилась, ставьте лайк Если не понравилась, ставьте дизлайк Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре О моем прохождении, о моем канале Подписывайтесь на который, если вы еще не подписаны Также подписывайтесь на группу ВКонтакте Ссылочка есть в описании Ну и не забывайте жать на колокольчик Дабы не пропустить выход новых серий А у меня на этом на сегодня все Всем спасибо И пока